Приветствую вас, и первое, что мне у вас хочется спросить, это, а чего вы, собственно, забоялись? Почему у вас появился страх? Ведь молодой человек вам понравился, молодой человек вроде бы вам подходил, как я понял. Вначале вы пишете, что он вам понравился, была симпатия, но вы забоялись. Чего вы забоетесь? Это вот самый главный вопрос, на который вам ответят, потому что, ну, вообще, совершенно непонятно, как бы, чего вы боитесь-то именно. Вот по факту, чего вы боитесь? Потому что если есть страх, то за страхом мы не бороться. Этот страх, он будет с вами и дальше. То есть, после того, например, как парень, ну, допустим, уедет, или после того, как парень даже не уедет, останется с вами, да, все равно у вас будет этот страх. Потому что вы чего-то боитесь, а чего вы, похоже, не понимаете сами. И это, на самом деле, первый основной вопрос, который нужно решить вам. Дальше. Дальше. Следующее. Вы пишите, что с вами происходит. Знаете, я думаю, что дело все здесь в том, что вы, парень, действительно, вот таких каких-то ярких, сильных эмоций не чувствуете. Но он вам нужен, потому что он вам что-то дает. Чувств, как таковых, эээээээ, ему, у вас нет. Но есть что-то другое, и это что-то другое, называется вашими желаниями. То есть вы от него сейчас получаете, через него вы что-то реализуете, и вот вам такая вот реакция. И когда мужчина, по сути дела, уезжает, вы понимаете, что теряете то, что вы получали от него. И из-за этого у вас начинается истерика, из-за этого вы начинаете плакать. Нужно вот вам для себя понять, как минимум, одну важную вещь. Чем мужчина вам так дорог? Что он вам дает, собственно говоря? А почему вы без него не можете? Ведь если у вас начинается истерика, значит вы что-то очень важное, ценное теряете, а всего уходит. Вот и постарайтесь подумать, что именно вы теряете, постарайтесь ответить на этот вопрос. И тогда, я думаю, вам будет гораздо более понятно, о чем идет речь. Чего именно вы хотите сами от него и от себя. И вот так, собственно, можно будет говорить о том, как вам и что делать дальше. Куда двигаться, что делать дальше и так далее. А пока получается такая ситуация, что вы его вроде бы как не отпускаете, а потому что вам нужен для чего-то. Вы его не отпускаете вроде как, но при этом вы и не сближаетесь с ним из-за какой-то вот причины. Я пока не очень хорошо понимаю эту причину, потому что, как я уже сказал, нужно разобраться с тем, чего вы боитесь. Потому что вот непонятно, пока чего именно вы боитесь. Но если это понимание будет, чего вы боитесь, то тогда, я думаю, вам самой будет легче разобраться, чем же мужчина вас так привлекает. Вот, в принципе, то, что можно сказать. То есть говорить однозначно, что у вас, например, там есть чувство собственничества. Я бы не стал, как вот мой коллега. Но говорить о том, что однозначно говорить о том, что вы как-то зависимы от мужчины и что-то он вам дает. Да, это совершенно определенно. Ну, это только понять, что именно он вам дает. И тогда, я думаю, проблем у вас будет гораздо, гораздо меньше. Вот, собственно, то, что я хотел вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я хотел бы отдельно немножечко затронуть такую тему, знаете, тему того, что вы, вполне возможно, не желаете полностью брать на себя ответственность за то, что делаете. Не желаете полностью брать ответственность за свою жизнь, а это всегда плохо и ведет к таким вот последствиям. Поэтому рекомендую вам обдумать хорошо то, что я сказал, и тогда вам будет понятно. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!